друзья мои добрый день 26 декабря ленинградская область сегодня про перцы ночной обзор того что буду выращивать в сезоне 24 года это не все перцы постепенно буду пополнять список и рассказывать также расскажу о подкормках рассады перцев первый месяц роста и отвечу на вопрос значит вот эти перчики у меня были с вами посеяны 20 декабря 9 штук все они взошли стали они исходить с 24 и 25 числа вот сегодня они выглядят вот таким вот образом это высокорослые перцы которые обязательно буду формировать в рассадном периоде и также долгоиграющие такие как богатом у них срок созревания идет где-то 200 дней у колокольчика кстати тоже прошлом году колокольчик был посеян и сформирован так вот в декабре месяце и начал он только окрашивать свои плоды в биологической зрелости только в сентябре и октябре месяце ну вот где-то вот так вот получается значит вот получился у меня отметил очки сантака ход азиан вот такой вот получился всход но я его не буду я его тянуть смотреть что с него получится мне семена я по осенью все-таки чтобы что-то произошло посею чтобы было стандартно и нормально были посеяны сухими семенами под вермикулит я это показывала прекрасно все всходит поставила на теплый пол прикрыла чтобы влага не уходила и через четыре дня все семена взошли вот они это уже здесь вот чтобы по две штуки посеяла так чем же я буду подкармливать следующие острые перцы я буду в сеять скорее всего что буквально 1 2 февраля и нормально они там уже вырастут значит сходы были двадцать пятого двенадцатого значит четвертого через десять дней я их полю кальциевой селитрой 2 грамма на один литр воды перед этим я не проливаю горшочки потому что потому что чтобы не разводить сырость концентрация удобрения небольшая поэтому будет все все нормально это уже из опыта и следующая через неделю подкормка это стимуляция корневой системы можно подкормить монокалий фосфатом но мне как-то для перцев кажется что неплохо было бы это уже еще и азотика и я подкормлю 13-40-13 плюс янтарная кислота 2 грамма удобрения и плюс 0,2 грамма янтарной кислоты способствует наращиванию значит мелких корешков это все тоже на литр воды янтарка растворяется в горячей воде это вот и следующая подкормка где-то через неделю это органоминеральное удобрение но у меня есть вот такой вот остатки с прошлого года экофуз органоминеральное удобрение из водорослей есть добрая сила на данный момент она у меня закончилась но надо заказать и также можно проливать есть продажи такой как верми кофе такой делать слабый растворчика спитого чая и тоже все время поливать перцы любят чтобы их кормили но верми кофе нет у меня вот добрую силу то наверное я куплю а вот верми кофе попробуем сделать сами биогому съесть попробуем ну вот что получится я потом расскажу это по подкормкам ну и скорее всего что уже после этого придется делать перевалку и там уже дальше посмотрим так следующее у нас это что я посею в конце января в начале февраля это высокорослые сладкие перцы которые я тоже обязательно буду формировать в рассадном периоде вот это такие как забор красный желтый это испанский сладкий очень высокий он и также корна де тора а значит если посмотрите на картинку то здесь вот развилка идет где-то сантиметров 50 и потом а значит перцы посмотрите довольно таки высоко получаются если мы снизим развилочку развилочку снизим как это делала я каждый год показываю то у нас вот в прошлом году кто смотрел мои ролики урожай уже начинался прям вот буквально 5-10 сантиметров и пошли гроздьями перцы очень все красиво было замечательно значит забор красный у меня будет посеяна f2 будем смотреть f1 закончились ну ничего страшного а здесь себе не оставила здесь будут посажены f1 тоже 2 2 штучки f2 не пал f1 f2 не получится потому что осталось так сказать без семян испанский сладкий сажаю каждый год это свои семена очень урожайный высокорослые красивый перец и на корна де тора тоже очень мне нравится сладкие урожайные тоже его сформирую значит перцы формировала я также перцы и полерма и рамира но не буду этого больше делать почему потому что все таки они такой средний средний где-то 70 80 сантиметров и получается что вот первые плоды очень длинные и они буквально лежат на земле но что не есть хорошо ну леся и тем более 50 60 сантиметров его формировать не надо и следующий вопрос был такой какая значит где-то прочитали статью что перцы что желтые что красные что оранжевые все одно и то же нет никакого смысла сажать перцы разного цвета посадите красные будет вам счастье ну в принципе каждый волен выбирать то что ему хочется допустим мне очень нравится когда заходишь теплицу и там разнообразие цвета и оранжевые желтые красные и шоколадные смотрится это нарядно и красиво также я хочу сказать что допустим в красных там и желтых и оранжевых перцах совершенно ну не то что разный состав а разное количество каких-то полезных веществ вот допустим красные витамин c его много конечно во всех перцах но в желтых его больше всего также в это присутствует в перцах это и витамин b способствует в организме человека это увеличение красных кровяных телец и повышение эритроцитов это витамин к калий находится для сердца это хорошо антиоксиданты вот и вот по количеству витамина c значит у нас идут это желтые а по таким содержание как альфа-бета и гамма-кератинов больше всего в оранжевых перцах поэтому я выращиваю все и хочу сказать из своего личного опыта что мне кажется что все-таки желтые и оранжевые сорта они как-то все-таки слаще и вкуснее но это чисто мое мнение и опять же в заготовках друзья мои мне кажется что в том же лече или еще где-либо в те кто также я и вялю эти перцы сладкие когда в баночке в том же лече лежит и желтые допустим лисе и красные лисе толстостенные вот я сейчас открываю леча в общем смотрится очень хорошо красиво и так что здесь я считаю что в принципе сажать надо то что как бы вам хочется и вам нравится если той женщине нравится которая вот статью была приведена красные пожалуйста красные сажайте мне нравится игру чтобы мы заходишь буйство красок чтобы или все цвета и какие возможные оранжевые и желтые и и красные это красиво и все-таки по вкусовым качествам да мне нравится больше желтые и оранжевые перцы надеюсь я ответила на вопрос друзья мои если вопросы спрашивайте и всем хорошего дня до свидания